Продолжение следует... Документы новые. И что необходимо учесть при настройке программы для того, чтобы работать с этим в дальнейшем и, соответственно, не иметь никаких претензий со стороны налоговых органов. Но начнем с того, что этот закон вступил в силу с 1 июля этого года. Принят он был достаточно давно. То есть до этой даты, которую вы видите на экране, могли применять требования этого ФСБУ на добровольной основе. А с 01.07 это уже стало обязательным для компаний, которые применяют БОХ-учет. Исключения составляют муниципальные предприятия и, соответственно, предприятия, которые относятся к микро и имеют право не вести бухгалтерский учет. Больше всего, естественно, это затронуло компании, которые занимаются импортом. Соответственно, под действие закона попали некоторые товарные группы. Сейчас я выведу на экран списочек, которые отражают товары, которые именно попали под систему прослеживания. И в связи с тем, что эти товары попали в списки, но списки, скорее всего, будут расширяться и в дальнейшем, соответственно, больше всего сложности возникло у компаний, импортирующих товары, которые попали в эти группы. Но, как обычно, оказалось, что система не готова к массовому включению, так сказать, пользователей, поскольку не приняты, оказались документы, ну, так сказать, базовые. То есть положение национальной системе прослеживаемости товаров и окончательно уже отредактированный реестр товаров, которые будут подлежать контролю. В связи с этим в июне 2021 года было выпущено письмо налоговых органов, номер указан на экране, который огласит, что до тех пор, пока эти документы не будут приняты и утверждены в официальном порядке, то есть не вступят в законную силу, то санкции к субъектам, работающим с прослеживаемыми товарами, применяться не будут. То есть, соответственно, кроме того, чтобы учитывать в программе работу с этими товарами, кроме, так сказать, нормативной базы, нужно еще и предпринять некоторые шаги для настройки именно технической возможности работать с прослеживаемыми товарами. Запускаться это достаточно несложно. Единственное, что требуется еще, так сказать, некоторые шаги в административном порядке, то есть требуется включить в учетную политику требования этого закона и, собственно говоря, начать с ним работать дальше. В программе ERP настройка работы с прослеживаемым товаром делается в нескольких, возможно, сделать в нескольких местах. Ну, самый простой способ, я буду показывать сейчас и слайды, и в программе, как это можно сделать. Первоначально для того, чтобы запустить возможность работы с прослеживаемым товаром, нужно сделать настройки. То есть в разделе НСИ и администрирование подраздел учет НДС и ВЭД нужно, во-первых, проверить, что проставлены отметки по регистрации ГТД, и потом, что стоит отметочка об учете прослеживаемого товара. Ну, соответственно, в нашем случае это, если у вас товары попали в список прослеживаемых. Кроме того, что это можно сделать таким образом, как показано на слайде, я сейчас повторю этот путь, то есть мы с вами идем НСИ и администрирование, и первый блок меню, самый последний пунктик, учет прослеживаемых товаров. И после этого у нас еще возможность учет НДС и ВЭД. То есть я покажу, как мы входим в учет прослеживаемых товаров. У нас появляется вот такое меню, и здесь уже задаются конкретные настройки с вот такие знаки вопросика. Это небольшие подсказки по конкретному, по этой строчке, то есть с подсказками и с сервисом. И второй путь, как было показано у нас на слайде, это учет НДС и ВЭД. То есть, соответственно, здесь мы регистрацию проходим, контроль номеров ГТД. И после этого ставим в вложочек учет прослеживаемых импортных товаров и задаем, с какого числа это ведется. Теперь более подробно остановимся с вами еще раз на, так сказать, нормативную составляющую. После того, как мы включили возможность работать в программе, то есть мы отметили, что обязательная регистрация ГТД, и отметили флажок, что мы работаем с прослеживаемыми товарами, мы можем перейти в меню, то есть есть рабочее место по работе с прослеживаемыми товарами. Найти его можно достаточно просто, то есть это, опять же, возвращаемся в меню настроек, только уже не инсы и администрирование, а уже более тонкая настройка, это закупки. И здесь у нас учет прослеживаемых товаров в сервисе. Меню закупки, и вот у нас раздел сервис, учет прослеживаемых товаров. При этом, если мы переходим таким образом, то мы попадаем опять в меню, которое я уже открывала перед этим, и которое мы с вами открывали из раздела НСИ и администрирования. То есть на самом деле, вот учет прослеживаемых товаров, на самом деле, что отсюда, что из меню закупки, мы попадем в одно и то же место. Само по себе это место, на самом деле, оказалось очень удобным, потому что, ну, первое я еще раз покажу, по вот таким вопросительным знакам можно получить быструю тематическую подсказку, что же это такое и для чего это нужно сделать. Следующий пункт, соответственно, что мы должны были уведомить налоговую инспекцию об остатках, которые у нас были на начало действия этого закона. То есть, соответственно, ГТД, в этом случае номер ГТД у них имеется, но код, который им должны были присвоить на границы при растамаживании, они еще не получили, поскольку прибыли раньше, чем такие коды ввели. Значит, отсюда мы можем сразу оформить документы, то есть оформить уведомления в налоговую инспекцию об остатках прослеживаемых товаров и, соответственно, в обратную сторону из налоговой инспекции. Почему я сделала акцент на декларации? Потому что мы отправляем уведомление, в котором указываем номер декларации, но не указываем РНП. И, соответственно, в этом случае возвращается из налоговой инспекции нам уже товар с этим же номером ГТД и уже присвоенным вот этим вот кодом. Естественно, про инвентаризацию остатков тоже есть подсказочка, для чего нам это было нужно. Это для того, чтобы подать уведомление об остатках в налоговую систему. И дальше что нам сделать, если у нас, например, мы занимаемся комиссионной торговлей и, соответственно, есть остатки, переданные на комиссию. В этом случае мы тоже должны сформировать определенный список документов. И по этим документам, соответственно, то же самое должно отчитаться в налоговую инспекцию. Таким образом, у нас получается, что в этом сервисе, то есть в этом рабочем месте, мы можем подготовить полностью весь комплект документации, который требуется для подачи в налоговую инспекцию. При этом мы помним, что хотя санкции к нам и не применимы в связи с тем, что государство не приняло необходимые документы, но тем не менее мы это обязаны были сделать, обязаны все эти документы подготовить и предоставить. Единственный вопрос, что если что-то в этом комплекте оказалось неправильно сформировано, то в этом случае наказания не будет, но на будущее, естественно, допускать таких проблем ни к чему. Итак, мы с вами еще раз посмотрим на это рабочее место, только уже со стороны слайда. И вот, собственно, почему. Потому что, кроме того, что мы должны подать уведомление о том, что у нас были за остатки на начало действия этого документа, еще вполне распространенная ситуация, когда, например, в одной и той же накладной или в одном и том же документе присутствуют и прослеживаемые, и обычные товары. У прослеживаемых товаров, согласно этому закону, контролируется общее количество, и, соответственно, у нас появляется новая графа количества. Для импорта введен контроль обязательного заполнения ГТД, то, что мы с вами уже посмотрели, и из рабочего места учет прослеживаемых товаров мы можем с вами перейти в журнал уведомлений. Еще один момент, что в этом журнале документы отразятся общим списком. Здесь механизм такой же, как и при инвентаризации. То есть списываются товары без номера, без регистрационного номера прослеживаемого товара, но который имеет ГТД. И на приход ставится уже с новым присвоенным номером прослеживаемого товара и тем же значением ГТД. То есть таким образом мы с вами получаем обратно остатки, во-первых, которые у нас были по инвентаризации, во-вторых, при составлении документа мы можем вот таким образом тоже зарегистрировать этот номер. По комиссионному товару у нас абсолютно такая же система. То есть из этого рабочего места мы можем сформировать документы, которые необходимы для налоговой инспекции и отправить, если вы пользуетесь документооборотом с налоговой инспекцией. Та же самая история касается, если товары ввозятся или перемещаются внутри территории ЕАЭС. То есть если это страны, которые входят в Евроазиатский экономический союз. Собственно говоря, вот в этом рабочем месте собраны все шаги и все операции, которые мы должны произвести с прослеживаемым товаром. После того, как мы оформили первоначально инвентаризацию, подали заявление в налоговую инспекцию о наличии остатков, соответственно, проверили ситуацию с комиссионными товарами. У нас можно переходить к составлению отчетности. Составление отчетности, то есть мы должны подавать декларацию по НДС, соответственно, и книги продаж и книги покупок. Дополнительная информация, которая может потребоваться, у нас формируется вот по самой последней кнопочке. То есть, в принципе, каких-то особых сложностей по работе в программе с этим механизмом не существует. Достаточно только, напомню, два места, которые мы должны посетить. Настройки и администрирование. И, собственно говоря, здесь у нас идет учет НДС и ВЭД, отметить обязательность контроля номеров ГТД и проставить, что ведется учет с импортом прослеживаемых товаров. Ну и, собственно говоря, что самое основное, это проверить первоначально, не вошел ли ваш товар, который вы ввозите, импортируете из других стран в этот перечень, и отслеживать изменения, которые в нем должны будут происходить. Потому что анонсировано, что в него будут добавлены новые группы ТНВЭД, ну и, соответственно, добавлены для того, чтобы прекратить теневой оборот этих товаров на территории Российской Федерации. Как обычно, когда вводятся какие-то новые документы, достаточно много все-таки первоначальных неточностей, недомолвок, и достаточно много ошибок возникает именно на первых порах. Но нововведение, которое вызвал этот закон, кроме самого применения его требований, это еще то, что, в общем-то, дублируется, поскольку раньше то же самое было. То есть счета факторы и книги покупок-продаж, то есть, соответственно, передаются только по электронным каналам связи. И сами формы счета факторы или УПД тоже претерпели изменения. То есть в них внесены дополнительные графы, в которых указываются данные по этим... То есть данные, которые дополнительно внесены на основании этого закона. Нужно следить за тем, чтобы у вас эти формы уже были в применении. Собственно говоря, это требуется с 1 июля этого года введение этих форм. Формы в 1С разработаны, и, соответственно, их можно применять. Ну, например, если мы сейчас с вами посмотрим закупки, ну, возьмем, например, документы закупки все, счет фактура полученной. То есть печатная форма этого документа у нас уже должна соответствовать, соответственно, новому формату. То есть у нее должны быть дополнительные... У нее должны быть дополнительные печатные формы. И, собственно говоря, мы должны обращать внимание на то, чтобы правильно формировались документы, которые именно касаются отчетности. Так. Документы. Мы сейчас с вами посмотрим документы продажи, которые мы должны выставить уже в свете этого нового требования. Ну, вот возьмем, допустим, реализацию и счет фактуру выданный. Сначала посмотрим документы реализации. Посмотрим документ счет фактура. Прошу прощения, к сожалению, не смогу показать. Ну, то есть дополнительные три колоночки добавляются в часть, где раньше указывалось только ГТД. Теперь туда добавляется колоночка с указанием РНП РНП и с указанием, соответственно, количества. Сейчас. Прошу прощения, не смогу я показать сейчас это на примере своей демонстрационной базы. Просто еще немножечко хотелось бы рассказать о... Так. Хотелось бы рассказать о самом этом законе. Кроме того, что это затронуло импортеров, им придется еще, кроме того, что соблюдать требования вот этого закона, кроме этого им придется еще заниматься пересчетом. Поскольку, кроме того, что взаимосвязанные новшества, которые у нас возникли в 2021 году, кроме прослеживаемого товара, еще и то, что в обязательном порядке с этого года предприятия должны применять требования ФСБУ 5-19. То есть, соответственно, это новый формат стандарта бухгалтерского учета, который связан с изменением того, что считалось запасами, и, соответственно, их учета. С требованиями о прослеживаемости товаров общего в этих двух законодательных актов то, что предприятия в обязательном порядке должны были сделать по состоянию на 1 января 2021 года инвентаризацию товаров и, соответственно, запасов и подать сведения в налоговую инспекцию, во-первых, о прослеживаемых товарах, а во-вторых, о тех, которые попадают под действие нового стандарта бухгалтерского учета и подлежат списанию или выведению списанию на затраты в качестве уже не запасов, а того, что списывается на затраты на финансовый результат. То есть инвентаризационную ведомость необходимо предоставить в двух случаях и для учета прослеживаемых товаров и для учета товаров-запасов согласно новому положению о бухгалтерском учете. На самом деле больше всего вопросов возникло, что в первом, что во втором случае, то есть что при вступлении в силу федерального закона 371 ФЗ, что при введении в силу ФСБУ 5.2019 возникло именно в отношении того, как сформулированы понятия, что вошло, что не вошло и какие последствия, какую отчетность требуется в связи с этим сдавать. Точно такая же ситуация будет у нас происходить еще с одним ФСБУ, которое пришло на смену по БУ номер 6, то есть по учету основных средств, но оно должно будет вступать в силу со следующего года. То есть с этого года его могут применять на добровольной основе предприятия, которые под его действия попадают, а со следующего года это уже обязательно. Так же, как было и с ФСБУ 5.2019. Сейчас в основном упор по прослеживаемым товарам делается на сложную бытовую технику, на компьютерное оборудование, на товары для деток. Ну, то есть то, что сейчас наиболее активно потребляется. К концу года, скорее всего, в этот список войдет и более. Будет расширено и в отношении техники, и компьютерного оборудования, ну и, соответственно, видимо, и многих других вещей. Напомню, что по отчетности, которую мы сдаем в налоговую инспекцию, она касательно этих товаров должна сдаваться в электронном виде. И, в принципе, в конфигурации 1С ЕРП, эта проблема именно отчетов с налоговыми органами решена достаточно удобно и комфортно. То есть у нас что в финансовом результате, что в регламентированном учете, в НСИИ и администрировании, есть дополнительные настройки, которые мы можем использовать для прямого обмена с налоговыми органами. То есть регламентированный учет, соответственно, у нас в разделе отчетность. Мы можем отметить все отчеты, которые мы должны сдавать. И дальше уже, собственно говоря, напрямую обмениваться, не используя такие промежуточные порталы, там типа СБИС, Астрал и так далее. То есть напрямую взаимодействовать с налоговыми органами. И, соответственно, в этом случае у нас есть очень удобный сервис, поскольку это 1С-отчетность, в которой мы можем зарегистрировать личные кабинеты и в налоговые инспекции, и, соответственно, во внебюджетные фонды, и сдавать полностью все это, не утруждая себя дополнительными перебросками информации из одной программы в другую. Ну, кроме того, что в регламентированном учете у нас есть такая возможность, есть еще и возможность получать от налоговых органов, соответственно, письма, сообщения, вести с ними переписку, получать какие-то требования напрямую, прямо из программы. То есть мы можем здесь сформировать какой-то документ и отправить прямо не выходя из самой программы. Ну, и самые удобные настройки, которые у нас здесь есть, это регистрация в личных кабинетах. То есть мы можем зарегистрировать личный кабинет напрямую на сайте налогового органа и уже всю переписку, то есть отчетность, которую мы будем отправлять, отправлять, ну, то есть требования, которые обычно присылает налоговая инспекция. Ну, собственно говоря, все телодвижения, которые при контактах с налоговыми органами приходится производить, мы можем делать напрямую на сайте налоговых органов или, например, кроме налоговых органов, это может быть соцстрахфонд, соцстрахование, госуслуги и так далее. То есть особенно для работы с прослеживаемыми товарами это очень удобный сервис, поскольку сразу видно состояние ну, и переписки, и состояние ваших ответов или отправки ваших документов. То есть вы видите сразу приняты ваши заявления или требуют каких-то пояснений, или вы получили запрос на предоставление документов, то есть в этом случае здесь достаточно комфортно все это можно просмотреть. Кроме того, что нужно внимательно проследить за тем, что у вас, чтобы у вас не было неподанных документов, неподанных заявлений по прослеживаемым товарам до тех пор, пока не примут соответствующие документы и не согласуют, не введут в действие в установленном порядке, сейчас есть замечательная возможность, именно если вы нашли какие-то у себя ошибки или какие-то данные не подали, быстренько это исправить. Кроме этого, в отчетности, именно в разделе отчетность, вы можете напрямую настроить то, что вам требуется. То есть кроме обмена информации, можно добавить, если в вашем перечне нет каких-то форм отчетности или вы выбрали не всю отчетность, которую сдаете, вы можете, соответственно, сюда добавить. То есть через меню «Создать» вы выбираете уже то, что у вас есть, то, что у вас в избранном. И можете просмотреть всю отчетность, которую вы должны сдавать, ну, например, вот конкретно по прослеживаемой продукции и перенести ее в избранную. В этом случае у вас сформируется список, который конкретно только под вашу организацию настоян, и в нем удобно искать то, что вам необходимо отправить или сформировать. И таким образом, собственно говоря, вы переводите сразу три блока общения с фискальными органами, то есть подачу в налоговую инспекцию отчетности, в небюджетные фонды и статистика. То есть именно сейчас именно статистические формы здесь тоже полностью все размещены. То есть вы все это переводите в один ресурс, то есть 1С-отчетность, и уже здесь видите всю картину, так сказать, ваших взаимоотношений с контролирующими органами, и уже не пропустите никакую сдачу. Отсюда же точно так же можно запрашивать сверки, которые требуются. Но в основном вот сверки касательно этого налога, касательно прослеживаемых товаров и отчетности по ним здесь тоже очень удобно. Ну, собственно говоря, сама тема на данный момент, я рассказала все, что касается именно отражения в 1С. Может быть, если у вас будут какие-то вопросы, или вы хотите получить консультацию конкретно по вашей ситуации, мы будем очень рады, если вы нам напишите. И в этом случае мы сможем ответить на ваши вопросы более предметно, поскольку не будет так лимитировано время. Я обращаю ваше внимание на то, что на слайде указана электронная почта и адрес нашего сайта. То есть, соответственно, на ваше обращение мы сможем отреагировать быстро и более подробно. Ну, и кроме этого, будем очень благодарны вам за обращение и можем оказать помощь и в настройке программы, и в решении каких-то вопросов, и во внедрении. То есть, по любым вопросам компания Кодерлайн будет благодарна вам за контакт и постарается оказать посильную помощь. Благодарю вас за внимание. Если есть какие-то вопросы, мы их с нетерпением ждем. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok